Всем привет! С вами канал Maximobile. На обзоре смартфон Lenovo A7000 вот так вот выглядит коробочка изображения смартфона. Вот такая вот голограммка интересная. Логотип Lenovo с названием модели. Сзади у нас есть некая информация о характеристиках устройства и сертификации. Давайте откроем коробку. Открывается она вот таким вот способом. Отложим это в сторону. И тут нас сразу встречает устройство, смартфон. Мы его так же пока отложим в сторону. О нем мы поговорим чуть позже. Вот такая вот штучка у нас в виде ванночки отделяет комплектацию устройства от смартфона. И тут у нас напиханы книжечки, инструкции, гарантийные талоны. Все здесь находится в таком вот отсеке. Отложим. И сама комплектация устройства. В пакете, где раньше был аккумулятор. И с устройства у нас идут наушнички. Наушнички китайские, простые. Поэтому, ну, приятно, что они есть. USB адаптер. Ой, этот. Микро-USB для зарядки, для подключения компьютера. И адаптер USB. Вот он перепутал. Он у нас на... Должен быть мощный достаточно. На 1,5 Ампера. На 1,5 Ампера. Адаптер у нас все в белом цвете. Не зависит от цвета смартфона. Все будет идти в белом цвете. Это такая вот политика у Lenovo. Они всегда все вот эти комплектующие в белом цвете. Теперь поговорим о самом устройстве. Достанем его с его полиэтиленового пакетика. И вот снимем наклеечку. Кстати, на наклеечке указана модель устройства. То, что смартфон 4G LD поддерживает. True 8-Core. Это тоже говорит то, что он восьмиядерный и... Настоящий восьмиядерный смартфон, наверное. Dolby Atoms. Это Том говорит, что тут очень крутые динамики. И используется Android в качестве операционной системы. Снимаем наклеечку на экран. Отложим ее. И что могу сказать по дизайну устройства? Цвет черный. Пластик используется Soft-Touch. Устойчив к царапинам, но собирает отпечатки пальцев. Вот видим, что не очень круто. Почему-то этого не позаботились о том, чтобы не собирал отпечатки пальцев. Ну, вот так протереть и более-менее. Потому что, например, A6000, там такой пластик, что он особо не собирает отпечатки пальцев. По крайней мере, это незаметно. Дисплей здесь 5,5 дюймов. Устройство достаточно габаритное, но тонкое, за счет чего оно удобно лежит в руке, но, конечно, большое. 152 мм он в высоту, то есть больше, чем 15 см. 76 мм в ширину, а толщина его составляет 7,99 мм. То есть 8 мм он в толщину. Достаточно тонкое устройство. Вот видим. Достаточно и достаточно стильное. Элементы управления. Сверху у нас находится порт для microUSB для зарядки. Также 3,5 мм джек для наушников. Снизу у нас только разговорный динамик. Вот такой вот маленький. На левой грани нет ничего. На правой грани у нас расположились кнопки включения и выключения дисплея. И кнопки регулировки громкости. Кстати, они выполнены из металла, что сразу так приятно они на пальце чувствуются. И вот выглядит это достаточно неплохо. Видим, что круто. Также хочу отметить то, что вокруг экрана они сделали так же, как и в A6E еще, глянцевый пластик. То есть экран выпирает из корпуса, и его окружает глянцевый пластик. Это не очень здорово, потому что этот глянцевый пластик со временем царапается и затирается. И через время это выглядит, конечно, все не очень здорово. Вот сейчас смотрю, что не очень плотно крышка прилегает к корпусу. Вот при нажатии, не знаю, видно будет на камере сейчас, видим, что не очень плотно лежит. При нажатии оно все сжимается и изменяет форму, так скажем. Сзади задник устройства, логотип Lenovo, двойная LED-спышка, две такие LED, одинаковая, это не разных тонов, и 8-мегапиксельная камера. Снизу у нас нет ничего, и вот тут так незаметно прорезь для динамика, и также дополнительный микрофон. Ну вот, вроде все так по дизайну сказал. Теперь давайте снимем крышечку, найдем, где она. Снимается, вот, нашел. Очень легко снимается крышка, это, конечно же, здорово. На крышке есть уплотнитель. И под крышкой у нас расположилось два слота для микросим-карточек, и слот для микро-SD-карточек до 32 гигабайтов, как нам пишут на сайте. То есть больше не рекомендуется. Емкость батареи 2900 мАч. Ну, такая емкость обычная, стандартненькая, ничего крутого в этом нет. Ну, ничего плохого нет. Смартфон продержится с утра до вечера на одном заряде, впрочем, как и большинство современных смартфонов. Разблокируем экран. Сразу открылась камера. Так, нужно все эти программки. Сейчас мы... Что ж такое? Вот так вот. И закрываем все эти программки. В меню устройство работает отлично, нет никаких нареканий на его быстродействие именно в меню. Сам экран IPS-матрица очень хорошего качества, не выцветает. Хорошие углы обзора. Цвета яркие, контрастные, насыщенные. С этим все здорово. Разрешение экрана 1280 на 720 точек, плотность пикселей 267 ppi на дюйм. Так, посмотрим на телефоне техническую информацию. Так. Что тут? Не получается. Я хочу посмотреть на версию Android. А, вот информация об устройстве. Версия Android 5.0. То есть, 5-й Android здесь сразу установлен. И давайте перейдем к производительности. Плавненько. Откроем Google Chrome. И откроем сайт Lenovo.com. Ух ты! Lenovo открылось. Lenovo даже не так. Напишем Lenovo UA. Напишем. И вот тут сразу будет ссылка на официальный сайт компании. Ну, на нормальный, по крайней мере. В меню, вот в меню говорю, в браузере видим, что все работает отлично. Скроллинг отличный. Зуминг без проблем. Также видим, что все отлично подзумывается, подскролливается. Быстро все работает. Здорово. На тяжелых сайтах при работе с этим смартфоном, смартфоном проблем не обнаружено. Вот, кстати. Нет. Не тот. Не думал, что еще и попали на этот же смартфон. На сайте Lenovo. Что-то закроем. И, в принципе, видим, что на сайте Lenovo устройство на тяжелых сайтах работает отлично. Теперь перейдем к синтетическим тестам. Откроем Geekbench 3. И запустим его. Пока он будет запускаться, я подробнее расскажу о его технических характеристиках. Экран 5,5 дюймов. IPS-матрица 1280 на 720 точек. 267 ppi. Процессор 64-битный. MediaTek MT6752. Работающий на частоте 1,5 ГГц. 8-ядерный. Оперативная память 2 ГБ. Встроенная память 8 ГБ. Из которых вам доступно 4,5 ГБ. Из коробки. Плюс возможность расширения SD-карточкой до 32 ГБ. Камера 8 Мп. Основная фронтальная камера 5 Мп. Батарея 2900 мАч. Что ж, еще осталось больше половины теста. И поэтому на видео я его пропущу. Что ж, закончился тест Geekbench 3. Вот такие реально крутые, ой, извиняюсь, большие, крутые результаты набирает в Geekbench 3 Lenovo A7 734 балла в нейдерном тесте и 3716 балла в мультиядерном тесте. Запустим следующий синтетический тест. Антуту бенчмарк. Ждем пока он загрузится и запустим его. И на видео я так же все пропущу и вы увидите только... Так, что-то нам тут. И нажимаем тестировать устройство. И вы увидите уже сам результат. Закончился тест Антуту и видим, что 40437 баллов набирает Lenovo A700. Процессор MT 6752M. Графический процессор Mali M760. И в рейтинге мы видим, что смартфон обгоняет Xiaomi Mi 3, Google Nexus 5, LG G3. В принципе, так достаточно. И где-то наравнее находится Samsung Galaxy S5. Вот так вот. В принципе, вот такие вот здоровские результаты. Что ж, продолжим тему о производительности. Я сделал отдельное видео, где я покажу, как на этом устройстве идут тяжелые игры типа Real Racing 3D, Trigger 2 и Asphalt 8. Вы сможете сейчас перейти по ссылке на экране или перейти по ссылке, которую я оставлю в описании к видео. А мы продолжим и смотрим на примеры фотографий на его 8-мегапиксельную камеру. Что ж, теперь сделаю какое-то определенное заключение. Назову плюсы и минусы устройства. К плюсам, конечно же, главный плюс это устройство, его зверская производительность. Мы видим сами, что и по синтетике, и в играх устройство работает просто отлично. Большой дисплей 5,5 дюймов, хорошего качества, но не Full HD. Я думаю, многим бы хотелось увидеть здесь Full HD, просто HD. Но, в принципе, для меня это особого значения не имеет, потому что экран и так очень-очень хороший. Хорошая комплектация устройства. Вот наушнички и, ну, в принципе, главное достоинство то, что здесь есть наушники, потому что в смартфоны и подороже другие производители наушничков вот как-то жлобятся. Но наушнички тут они представлены. Это, конечно же, здорово. К минусам, вот только его недостаток в дизайне. Я считаю, вот эта вот глянцевая окантовка, могли бы придумать что-то другое. Вот или просто больше добавить такого пластика обычного, который не будет так повреждаться, как этот глянец, который, конечно же, со временем будет царапаться. Он очень быстро царапается и выглядит, это, конечно, не очень здорово. Ну, вот, в принципе, так это был главный минус этого устройства, как по мне. Так, во всем остальном, конечно же, устройство очень-очень хорошее. И за такие вот деньги, которые оно сейчас стоит, почти 5000 гривен, 400-800, да, 400-800 оно сейчас стоит. Ну, это уже кому как. Что ж, спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максимобайл, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!